Цокольный этаж бизнес-центра Республика имеет шансы в скором времени стать самым известным подземным гаражом в Чувашии. Дело в том, что в нем будет храниться уникальная археологическая находка. Речь идет о печах 17 века, обнаруженных в центре Чебоксар два года назад. Сейчас их отреставрировали и готовы презентовать жителям и гостям столицы Республики. Виктор Вавилкин одним из первых ознакомился со старинными печами, которым отныне суждено соседствовать с современными автомобилями. Эти печи историк и археолог Дмитрий Мадуров обнаружил случайно. Шел мимо стройки, заметил под ковшом экскаватора подозрительно яркую рыжую землю. Спустился к строителям и выяснил, что те наткнулись на уникальный артефакт. Такие печи использовали в старину для обжига кирпича. Изначально форму глини придавали вот таким нехитрым способом. Затем будущий кирпич складывали над печью. Высота кладки составляла 2-3 метра. Огонь в печи поддерживали круглые сутки. Температура достигала тысячи градусов. Топили преимущественно дровами из дуба. Таким образом заготовки из глины обжигали 2-4 недели. За сезон с мая по октябрь можно было приготовить 5-6 тысяч кирпичей. К осени, как правило, печи разбирали. Эта находка уникальна как раз тем, что дошла до наших дней в целости. Сейчас мы можем с полной уверенностью говорить, что производство кирпича во второй половине 17 века было здесь, непосредственно в Чебоксарах, на оберегу реки Кайбуке. То есть все эти церкви, скорее всего, все старинные здания, они были построены из кирпичей местного производства и, скорее всего, из кирпичей, которые обжигались непосредственно в этой печи. Строительство бизнес-центра набирало обороты и встал вопрос, что делать с печами. Археологи решили, их необходимо вынуть с места находки. Но тут вмешалась погода. В сентябре пошли дожди и начали разрушать конструкцию. Спасать исторический памятник доверили человеку, который его и обнаружил. Работа была, конечно, адская, очень тяжелая. Я, когда эту печь вытащил, я уже заболел, помню, там недели три, наверное, болел после этого. И все, и мышцы дорвал, и все буквально. Ну там, представьте, на глубине 5 метров, там и в грязи, и в глине. И все это вот надо по частям ее разбить, вытащить, кранами или еще так. Ну и самому на горбу очень много приходилось тащить. Дмитрию понадобилось три месяца, чтобы поднять из земли памятник истории. Рассказывает, кирпич, пролежавший в земле 300 лет, крошился, поэтому работа была кропотливой. Удалось сохранить более 80% находки. Сейчас она располагается на цокольном этаже бизнес-центра республика. Здесь находится подземный гараж, и в ближайшее время нужно продумать, как сюда смогут попасть туристы, которые захотят увидеть уникальный исторический памятник. Виктор Равилкин, Михаил Солин, Весич и Боксары.